ГТАСИЯ РЕЛИЗИ Я расскажу вам о самых значимых событиях минувшего уикенда. Как вы наверняка помните, с месяц назад повсюду во вселенной оглушительно рвался крупный калибр. До фанатов Metal Gear дошли слухи, что Хидео Кодзима благополучно освобожден от своих обязанностей и выпилен со всех транспарантов, ибо окончательно чем-то задолбал руководство Konami. Официальных комментариев тогда не последовало, хотя все ресурсы, имеющие отношение к Metal Gear Solid V, издателю и разработчикам, наглядно намекали на то, что сплетню можно переквалифицировать в факт. Хотел бы торжественно доложить, что все это оказалось не более чем рекламным излишеством. Очень хотел бы, но не могу. Широко известная в узких кругах Донна Бёрк, певица и на досуге один из голосов Ground Zeroes, подтвердила в своем твиттере, что Кодзима отправлен за борт. Однако убедительно просит не кривляться и получить свое удовольствие от игры, ведь Хидео аж целых пять лет вкладывал в нее душу. Желательно при этом ее честно купить. Игру, а не певицу. Тем временем особо везучие истребители порождений мрака смогли на выходных получить доступ к закрытому тесту многопользовательского режима Alone in the Dark Illumination. Если вы вдруг только что спохватились, то уже может быть поздно. Сегодня занавес закрывается. Пару месяцев назад Atari допустила предзаказчиков на такой же скоропостижный тест сингла, но контента было очень мало, а вопросов к процессу родилось достаточно. Обо всем этом в подробностях поведал наш гиперактивный Василий Гальперов в своем видеопревью, так что гляньте, если вдруг пропустили. Теперь же в распоряжении игроков оказался не только охотник с автоматом, но и ведьма с инженером, а действие развернулось на трех доступных аренах. Если Вася вновь не упустил свой шанс, то ждите красочный блиц в следующем игрозоре. Между тем, внезапно выяснилось, что не раз уже упомянутый нами фильм про GTA, готовящийся в закулисье BBC, вовсе не вдохновляет и даже в перспективе не радует разработчиков, даже несмотря на шанс увидеть Гарри Поттера в роли Сэма Хаузера. Есть такой Стив Хаммонд, ответственный за буквы сюжетов, и он как раз стоял у истоков легендарной серии, числился в Rockstar North, когда она еще называлась DMA Design, и читал книгу Дэвида Кушнера о становлении бренда Grand Theft Auto. Опираясь на слова сценариста, можно сделать вывод, что именно этот талмуд ляжет в основу истории BBC, поскольку нынешний коллектив причастных к GTA Rockstar'овцев не имеет ни малейшего отношения к производству ленты. Слегка внезапно, но да и ладно. Опасения у Хаммонда, на мой сугубо личный взгляд, кромешно идиотские, но все же озвучу их вам на суд. Беспокоит его тот факт, что в книге талант разработчиков подан чуть ли не в героическом ключе, тогда как историческая реальность сводится к банальным экспериментам с геймплеем, в ходе которых авторы не смели даже надеяться на ошеломительный успех и скромно делали свое дело. Видимо, Стив не в курсе, что из скромного производственного процесса не получается хороших книг и востребованных шоу, достойных BBC, а художественные преувеличения типичны для любого подобного проекта. Ну а вообще, кому какое дело, все равно никто не смотрит выпуск, все взяли отпуск, и на улицах нет пробок, потому что пятая часть GTA наконец-то приварила на компьютеры. В таком ключе даже как-то неловко продолжать выпуск, но вдруг все же найдутся среди вас эстеты, которым не все равно, что и как происходит за кулисами у человека Биошока с его толком не анонсированным проектом. На данный момент известно всего ничего. Кен Левин завязал с Биошок, распустил свою иррациональную студию и решительно уселся за нечто инновационное в жанре RPG для PC. Под прицелом феноменально гибкий сюжет. Совсем недавно в Твиттере он проговорился, что блистать его затея будет на движке Unreal Engine 4, а теперь вот мастерам своего дела из Game Informer удалось выжать из девелопера порцию не самых скупых подробностей. Он посетовал, что модная нынче иллюзия выбора так или иначе ведет игрока к парочке заранее продуманных финалов, как правило, черному и белому, что неизбежно делает проходящих через это персонажей плоскими, однобокими и далекими от реальности. Пожалуй, светофоры из Mass Effect 3 яркий тому пример. В своей новой игре Кен намерен пойти гораздо дальше, сосредоточиться на градиентах характеров и максимально приблизить эволюцию персонажей к действительности. Звучит одновременно и как пустое сотрясение воздуха, и как прикольная и похвальная инициатива. Будем надеяться на самое лучшее. А на этом я закругляюсь. На расписание инфакта главный релиз дня, недели, месяца и обось даже года не повлияет никак, так что порция бодрости от Stop Game.ru будет доставлена вам и завтрашним утром тоже. Бесплатно и без СМС. А то и без меня, чтобы разнообразие было. Ну а сегодня в колонках прятался Максим Кулаков. Всего вам лучшего и до встречи на наших страницах.